всем привет вы смотрите проект восемь вкусов на восьмом канале мы находимся но у name studios в гостях у саши и антона теченко ребят доброе утро доброе утро ребят я тут прогулялась по вашей студии у вас на самом деле очень много помещений расскажите о студиях поподробнее да у нас четыре студии в каждая из них названа честь какого-то известного человека сейчас мы находимся в студии питер названа честь фотографа питера линберга это перебью тебя тот фотограф который сделал знаменитый снимок дикаприо с гусем да нет лебеди 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 это как нас это и не либо лебеди лебеди в честь нее у нас названа не она у нас как раз только готовится к открытию и она прям вдохновлена ее работами и и творчеством это студия питер она в честь питера линберга он умер в прошлом году очень известный фотограф фэшн он перевернул взгляд на мир модной фотографии я так понимаю здесь у вас модные фотосессии да здесь разные фотосессии проходят и семейные и кто-то даже новогодние съемки снимает мы ставили елочку в том году на но в основном она да она заточена на творческие съемки потому что здесь вот интересные тканевые холсты вот эти вот apple box вот эти кубы много стульчиков всяких разных и эта студия она конечно больше на такая для творчества профессиональная на как принципе все на студии про мари расскажешь про мари расскажу да моя любимая студия мы туда вложили очень много сил очень много души вложили и назвали мы эту студию в честь королевы франции марии антуанетты и она розовые она не розовая она очень интересная потом свожу тебе послушаюсь там у нас французская мебель мы везли эту мебель прямо из франции винтажная шикарнейший акаде прям рынком нет мы на сайтах заказывали и нам доставку делали сюда оформляли там шкаф кровать ширма из финляндии у нас набор диван и два кресла очень красивая мебель с историей со своей и полы там у нас укладка французская елочка то есть там прям вот комната пропитана францией туда заходишь и вот не хватает только из окна вида на эфелеву башню это прям правда но это вот мое вдохновение обожаю эту студию потому что там очень много солнца очень много света и она вот прям такая все девочки там пекутся круассаны туда доносится запах доносится да обязательно а круассаны как раз таки пекутся в студии оливье эта студия названа в честь повара люсьена оливье это повар который придумал собственно салат оливье а там у нас действующая кухня настоящая можно готовить печь круассаны собственно что мы делаем каждое утро у вас здесь своя кофейня да конечно все наши гости могут попить кофе чай и выпить какой нибудь другой напиток согревающий перед тем как пойти на съемку либо после нее вот такая домашняя атмосфера как будто дома но красота и домашняя и она не хотела на разное у нас но очень тепло и уютно на очень тепло и уютно наш бренд-шеф ресторана navi country club антон терентьев специально для вас приготовил в честь студии оливье приготовил салат оливье дальневосточным диким лососем не знаю как он его вылавливал спросим в следующем выпуске можете попробовать очень круто выглядит прям аппетитно очень я готов строить новый год хоть завтра друзья вы также можете в домашних условиях приготовить этот салат антон терентьев специально для вас подготовил рецепт генеральный партнер выпуска компания янта а скажите папа мама почему берем всегда мы только янду в магазине янты полные корзины все российское родное где мы выросли с тобою здесь соседи наших труд тех кто рядышком живут янта есть вкусно добрый день а сегодня мы с вами будем готовить салат оливье с мясом краба и диким дальневосточного сосен для этого нам понадобится простой набор ингредиентов это будет отварная морковь свежий зеленый горошек отварной картофель возьмем немножко зеленого лука и свежий огурец сначала нам нужно будет нарезать с вами огурец мелким кубиком и потом смешать с ингредиентом возьмем с вами чашку добавим с вами немного моркови немножко зеленого горошка это половинку картофеля стандартный набор для салата мы видим с вами добавим сюда крабового мяса немного добавим зеленого лука основная масса у нас готова это оливье с крабом заправим его с вами легким майонезом от янта тщательно обмешиваем салат заправленный легким майонезом от янта далее мы это все дело засервируем диким дальневосточным осося он был предварительно просолен вы можете использовать любую соленую рыбу малой соли либо полностью соленую салат готов итак антон что мы сегодня будем готовить сегодня мы будем готовить с вами французское блюдо так как мы находимся в студии оливье у нас сегодня будет с вами флагман наши это будет палтус мы будем готовить палтус методом поширивания подожди ты сказал флагман флагман нашего блюда вот это тот кто ведет наше блюдо орфографический словарь пополняется с каждым выпуском нам понадобится палтус мы сегодня будем делать гарнир из свежего шпината сделаем соус французский он называется бернас он у нас будет готовиться на заваренных желтках и масле кларифай кларифай масло это чистое масло где отделен молочный фермент от самой снова масла вот я вам покажу как это делается боже такое ощущение как будто антон прочитал кулинарную книгу специально выучился специальные слова и очень язык богат и кулинарный просто не всегда это используешь поэтому что не все тебе понимают даже повара которые с тобой не проходили какую-то определенную практику они не знают терминологии некоторых слов хорошо мы начнем с того что антон нарежет у нас палтус на стейке сделать 4 стейка александра у нас будет резать лук я тебе покажу ты будешь резать мелким кубиком лук мы будем делать основу соуса у нас для того чтобы нарезать мелкий кубик нам нужно луковицу начали разрезать вдоль а потом поперед на 4 части да я думаю на мы сделаем из двух кусков 4 стейка антон расскажи секрет почему мы не плачем от лука что ты с ним меня линзы поэтому я не знаю как бы я вообще обычно не плачу от лука потому что я стараюсь делать очень быстро если конечно резать килограмм может 20 лука что бывают такие объемы работы когда его нужно много резать это конечно можно исполкнуть что устал да такой день тяжелый никто как бы тебя не будет винить в том что ты слаб потому что все я правильно я вам хорошо режешь я обожаю резать лук рыба у нас готова в принципе мы видим стейки да где-то грамм наверное по 140 у нас их будет 4 вот у нас все-таки четверо сегодня сейчас мы с вами сделаем основу для того чтобы провести процесс поширования мы с вами разогреем нашу сковороду ну сколько на девяточку мы добавим с вами туда молоко любимая чаша от нашего спонсора янты вот и прогреем его антон добавит у нас немножечко кардамона это одна из специй которую мы сегодня будем с вами использовать это кардамон дает такой замечательный вкус и пряности вот немножко мы с вами подсолим наше молоко далее у нас александра займется соусом яичками яичками да мы с тобой отделим желток от белка антон смотри с тобой мы будем сейчас обжаривать лук нам понадобится для этого лопатка немножко добавим масла для жарки здесь будет не так посмотри 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 правильно все правильно да нам нужно сделать чистый желток чем он будет чище тем будет у нас соус более стабильный там смотри чуть-чуть вот ничего страшного мы возьмем салфетку все это дело поправим один готов один готов давай возьмем на на штуке 4 окей я нашел я вам достаточно также можно вы оба фотографа нет нет антон фотограф антон где ты ищешь вдохновение какие лайфхаки скажем вдохновение я думаю что александра главное вдохновение для меня в нашем творчестве собственно говоря в этом весь секрет сейчас взорвусь от любви ну в нашем тандеме я визажист и стилист постановщик то есть наверное вот с клиентами когда мы общаемся с девочками то я больше контачу и ну больше времени наверное получается с девочками провожу я потому что у меня есть еще часик чтобы накрасить и поболтать антон ты снимаешь не не только не только на это один давай объясним для наших зрителей что такое фотосессия ню фотосессия ню это скорее фотосессия с частичным обнажением девушек как правило девушек мы снимаем мужчины снимаем в кадре вот собственно говоря в этом есть жанр ню как вообще ты пришел к этому жанру сложный вопрос на самом деле пришел скорее со временем всегда мы снимали больше девушек и так получилось что следили за какими-то фотографами как это нас вдохновляет и у них же учились собственно говоря пришли к этому жанру то есть мы видим женскую красоту эстетику тела и передаем это через наши фотографии молоко у нас нагрелось мы нагреваемые градусов до 90 масло у нас тоже нагрелось мы с антоном начнем жарить красный лук это у нас будет одна из основ нашего соуса мы обжарим лук добавим немножечко тимьяна запахи уже такие классно спасибо против шерсти делать лайфхак да саша где-то отсмотрела лайфхак нет я просто тоже очень люблю готовить и я вот ну и спой я и со шпинатом готовлю блюдо и вот тимьян кардамон кардамон кстати нет короче я очень люблю готовить и я все это знаю практически все молоко у нас заваривается вместе с кардамоном он сейчас раскроется и даст вкус сейчас мы его немножко кипнем и добавим туда наши стейки и потом поставим их отдыхать ребята как вы вообще пришли в эту профессию наверное скорее всего кантону вопрос ты знаешь мы скорее цель профессии началось наше знакомство правда на самом деле мы познакомились на фотосессии то есть я позвал сашу на съемку и с этого дня мы вместе съемка воню нет это было съемка гуляли на набережной фотографировал ее сейчас мы часто пересматриваем эти фотографии вспоминаем у нас даже есть книжка которую написала сначала я свою версию потом антон любовь с первой фотосессии маленькая книжечка где каждый описывал свои чувства в тот день какими они были творческие люди они такие да ну ковар тоже творческая профессия отчасти да потому что очень романтично посмотрите как палтус разрезает посмотрите как у нас с вами обжарился лук я думаю мы достаточно его обжарили прикроем его пока крышечкой он у нас доиграет дальше антон у нас начнет готовить наш палтус методом поширования молоко у нас уже заварилась и антон аккуратненько выложит палтус шкуркой к верху сейчас будет процесс небольшой варки он только когда начнет схватываться мы с вами выключим печку и отставим молоко на досточку доготавливаться минут наверное 7 я думаю пока мы сейчас будем готовить соус и гарнир он у нас дойдет палтус пошел процесс заваривания до поширования можно так сказать мы накрываем его сами крышку и отставляем его с вами на минут 78 далее мы будем с александрой готовить соус соус я уже сказал у нас будет сегодня французский это соус бернас 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 у нас с вами будет использоваться чистое масло сливочное сейчас я покажу как вам нам его сделать в этот сотейник мы добавим с тобой сливочное масло от янты добавим все масло я вам покажу что такое чистое масло пока у нас будет готовиться один соус я вам покажу как готовится чистое масло можно добавить полностью все сделать небольшую температуру небольшую температуру и она на маленькой температуре у нас будет потихоньку отходить да да саша а ты решаешь какой макияж нанести по факту когда модель уже приходит и ты видишь ее лицо внешность и понимаешь что ей вот лучше там тушью не краситься лучше румяна не наносить хороший вопрос на самом деле практически на всех съемках всем моделям я делаю нюдовый естественный макияж я вообще считаю что это один из самых сложных макияжа потому что сделать макияж невидимым но чтобы он был это довольно таки сложно и чаще всего я девочек крашу естественным макияжем я подчеркиваю их красоту индивидуальность раскрываю за счет макияжа ну а там уже тушь не тушь как бы мы можем даже поменять сделать два макияжа в процессе съемки начать с более легкого и потом на второй образ добавить более ярких красок по-разному то есть всегда по ситуации а можешь дать какие-то советы лайфхаки начинающим до визажистом или визажистом который не прочь услышать какие-то советы да мне кажется что самый главный совет это вот делать то что нравится вот хочется добавить яркий оттенок красные стрелки я не знаю там синие черные губы нужно это делать мне кажется что вот оно должно идти как-то сейчас сейчас нет шаблонов сейчас все вот оно как-то настолько границы стираются границы в творчестве в макияже в кухне да то есть мы мешаем настолько всякие разные ингредиенты точно также и в макияже мы продолжаем делать соуса у нас антона взбивает желток и он в принципе уже хорошо взбил можно показать всем что масса стала однородная да и желток немножко посветлел но получается текстура у нас изменилась здесь же у нас с вами есть масло да про которые уже грибы расскажи как дарить масло смотрите мы добавили с вами сюда сливочное масло здесь у нас есть та часть которая молочная мы ее видим она пошла сверху пены она остается всегда пеной настоящее светлое масло оно остается внизу соответственно нам нужно до конца растопить масло снять шумовкой либо поварешкой сверху части молочную и у нас останется чистое масло это чистое масло мы сейчас будем с александрой по чуть-чуть антон помешивать и по чуть-чуть как по чуть-чуть маленькой струйкой маленькой струйкой да вот такая вот маленькая струйкой антон взбивает видите начинается стабилизироваться соус у нас он потихонечку начинает стягиваться ты чувствуешь на лопат на венчике что он густеет меня же бицепт напрягается да вот это происходит у нас процесс приготовления соуса бернесс он может прекращать мешать вот у нас получился вот такой вот антон не своей непрофессиональной рукой он сделал профессиональный бернесс который имеет правильную текстуру смотрите это правильная текстура сейчас мы в него добавим вкуса и он у нас живет на лайфхак какой лайфхак у нас с вами лежит сверху ветошь не просто так это ветошь у нас фиксирует наш болт либо миску это называется болт в сленге поварского называется болт и мы с вами можем одной рукой помешивать а второй рукой постепенно вливать масло все вот у нас готовый наш соус мы у него с вами добавим немножечко красного обжаренного лука с тимьяном антон какой стартовый набор должен быть у начинающего фотографа ну так что знаешь уже там в инстаграме когда размещаешь рекламу заявить что я фотограф очень зависит от стиля съемки которые фотограф выберет сейчас можно начинать фотографировать и с обычными фотоаппаратами начального класса урага обычно это какие ну даже может быть мыльница да какая-то без семей сменного объектива все зависит от цели и задачи которые хочет снять фотограф если это будет допустим какая-нибудь уличная съемка это можно снимать на какие-то простенькие фотоаппараты если студийная съемка там более требования повышаются все того что допустим нужно работать с цветовым оборудованием профессиональным поэтому принципе нет такого какого-то жесткого требования ну как правило да это сменный объектив то есть это считается уже фотоаппаратом более высокого профессионального уровня уровень уже можно размещать реклама какие базовые знания должны быть у того же начинающего фотографа насколько я знаю вообще работать со светом очень тяжело тяжело согласен да свет он собственно говоря из него фотографии состоит если не было бы света не было бы фотографии базовое знание это знание технические по настройкам фотоаппарата которые есть фотографа и знание как свет влияет на черты лица допустим это можно все найти и в открытых источниках и можно пойти накинуть обучающие фото курсы а ты сам учился перед тем как ну изучал мастер-класс я учился по по книжкам и посещал какие-то мастер-классы фотографов так кто сам получается кстати вот раз мы уже говорили про курсы насколько я знаю вашей студии здесь проходят мастер-классы до ближайшие мастер-классы мы в конце мая планируется мастер-класс у нас мы и сами занимаемся организацией мастер-классов фотографов которыми мы вдохновляемся сами и также на наше студии проводятся мастер-классы любых других фотографов кто захочет приехать к нам в восток то есть на вашем сайте либо в инстаграме да у нас есть даже страничка мк новым студиос если какие-то просто даже мы простенькие мастер-классы допустим по световому оборудованию по да мы даже бывает делаем бесплатный мы все это там выкладываем фотошколы у нас проводят ребята прям арендуют студию проводят свои какие-то фотошколы там коротенькие двухдневные там трехдневные недельные всех по-разному возьмем с вами свежий шпинат начнем обманшировать в костюле для этого нам нужно отрезать не мы ничего не будем резать вот будет так уже был подготовлен да это букет можно так сказать подготовить это значит помыть он был подготовлен да был срезан корешок получается он полностью обработанный готов для того чтобы вы применять пищу кстати а партнер проекта 8 вкусов компания янта уже вторую передачу антон расчехляет свои пинцетики до этого я думала зачем он с собой их носит что он хочет разделывать готов александр ты можешь для пиацет и выложить его интересно сейчас мы уберем лишнюю влагу с нашего гарнира запах шикарный вообще шпинат обожаю палтус у нас готов соус у нас антон сделал шикарный он уже вижу стабилизировался встал сейчас если он у нас получился так как надо так может случиться что не получился он получился точно так как надо сто процентов он антон когда два антона на кухне ничего не может по-другому случиться мы его с вами будем сверху декорировать наш палтус и он у нас будет растекаться как желток вот такой яркий насыщенный цвет мы его сняли поэтому он у нас не потерял свой цвет если допустим использовать его в салат то есть один из таких же лайфхаков да как все хотят узнать вам нужно в эту миску налить воды холодно можно добавить да и скинуть туда шпинат после боншировки цветом сохранится и будет долго сохраняться и ваш салат останется таким же красивым с насыщенным цветом антон как ты раскрепощаешь моделей но я имею ввиду какие есть лайфхаки ты разговариваешь с ними не знаю чай пьешь и готовишь перед тем как эти фотографировать скорее всего это происходит естественным путем да то есть в любом случае когда девушка идет на съемку она уже морально готова и раскрепоститься поэтому это происходит постепенно да то есть мы рассказываем как мы работаем помогаем где-то позируем саша помогает позировать поэтому мы снимаем два часа минимум потому что час человек распрещается да и концу съемки только начинает ходить и как говорится получать удовольствие от того что он позирует но не все конечно кто-то сразу это сложнее это легче бывали случаи когда вообще никак человек не раскрепощался сел и сказал знаете что поехал-ка я домой нет такого не было в любом случае мы всегда запрос уточняем что хочет модель портретную съемку либо там какую-то деловую либо какую-то там более откровенную всегда можно скорректировать съемку во время процесса а даже какие-нибудь лайфхаки для наших зрителей для начинающих фотографов как раскрепостить ну не знаю может быть что-то сказать слово какой-нибудь делать все уверенно быть профессионалом своего дела если ты уверен как фотограф то и модель будет уверена самый мне кажется главный рецепт ну это по-моему рецепт он везде работает конечно я хочу сказать что у нас с моделями очень плотный контакт мы можем трогать поправлять волосы подходить поправлять одежду руки контакт с моделями очень плотный то есть мы сразу это предупреждаем если у кого-то личные границы жестко выстроены то ну вот но все равно люди доверяют девчонки они прям доверяют и может быть то что я присутствую тоже на съемке это тоже играется в рот да 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 и то что я показываю игру вот встань так сядь так ляжь так вот здесь руку так вытяни там и все это так и конечно она в процессе девочкам помогает очень легко очень получается то есть комфортно да да все уходят вообще прям окрыленные довольны очень и тарелочки антон мы с тобой сейчас будем играть в рыбалку можно так это назвать ну назову это по простому чем мы будем рыбачить нас антон любит устраивать игры в чем суть нашей рыбалки мы сейчас с тобой уберем лишнюю влагу потому что она потом на тарелке у нас потечет и это будет все некрасиво не эстетично выглядеть но текстура уже поменялась получается стейки у нас готовы это очень полезная рыба в таком методе приготовления она но она ведь жирная она сейчас ты попробовав ее а ты попробуешь ее сто процентов ты поймешь что она не жирная нет поговаривать что палтус жирная рыба и дело в самой рыбе я вам покажу так и не ответил ну ладно палтус жирная рыба да очень жирная и поэтому ее нужно комбинировать с такими вещами там допустим с овощами с какими-то чтобы они забрали лишний жир готовить ее нужно но не редко когда жарить допустим если жаришь что становится еще жирнее лучше как бы либо запекать его либо бланшировать либо на пару готовить типа методом поширом они как сейчас я приготовил вот у нас с получается вот такая композиция мы возьмем с вами один стейк сделаем красивую выкладку добавим немножко соуса на теплом стейке соус разойдется и он его полностью окутает вот закончим эту всю композицию с вами сушеным фенхелем это фенхель да как его высушить или он продается это просто декор который я привез с собой немножко добавим с вами пряного масла масло у нас настояна на можно в принципе любой да вот ребята могут декорировать свои тарелки пробовать я вам дам два пинцета вот вы можете начать с нашего замечательного гарнира знаете вот это уже не первая программа и всегда я даю возможность просто издеваешься я люблю это интересный такой творческий процесс творческий процесс тут каждый как бы делает свой выбор свой подход не по-своему раскрывается она прям такая может быть она там очень нежная и она не будет сейчас не такая жирная и мне будет насыщенный вкус вот в принципе осталось вам добавить только соус хочется облизнуть можно я додекорировал сегодня фенхелем вот и немножко добавлял зеленого масла а вы снимаете только ну делать фотосессию только для людей скажем так но не снимаете еду раскладки различные не нашим инстаграме своем еду снимает нет это довольно узкие специальности мы остановились на съемке людей и на индивидуальной работе с моделями хотя раньше мы снимали свадьбы и выпускные и клубе я снимал поэтому все эти жизненные этапы прошел мне кажется каждый фотограф на самом деле это большая школа да все мы закончили наше блюдо не закончили еще он еще не украсил я еще я думаю это было не сложно это было несложно мне кажется сложно будет найти фенхель это все не обязательно самое главное в блюде это у нас палтус соус и шпинат просто антон привез сюда показать что у него есть вы ищите друзья давайте попробуем все это вам как всегда вот это да мы на вы перешли ребята пробуйте я загремелась такой очень палтус прям разваливается нежный нежный он у нас доготовился мы довели до температуры молоко до 100 градусов очень вкусно можно вот вот так такой сливочный вкус очень приятно молочный да да хочу шпинат пробовать я пришел на работу у нас была другая рыба с этим соусом и этот соус в итоге был непригоден я собрал 12-13 человек в кухне искал всем взять по миске нет не так сказать и так поварят поварят и нас и человек стояли мешали этот соус пока не научились его делать же ты у себя на кухне устраиваешь до адскую кухню потому что пытки как бы основы должны знать как бы есть соус берна съесть соус и голландский соус допустим разные соуса это основа 5-6 соусов которые должны все знать какие бешамель бешамель баланец это уже паста это мясной скажи пожалуйста а фенхель кушается фенхель кушается да это как можно так сказать приправа я хочу пробовать фенхель ну как попробуй добавляется лекарства обычно вот сейчас идеальный вид рыбы потому что если мы возьмем до разрез и посмотрим на него я не буду спасибо то мы увидим что она сохранила свою текстуру это очень важно не переварилась не переживай генеральный партнер выпуска компания янта а скажите папа мама почему берем всегда мы только янт в магазине янты полные корзины все российское родное где мы выросли с тобою здесь соседи наших труд тех кто рядышком живут янта есть вкусно друзья а это был проект 8 вкусов на восьмом канале мы сегодня побывали в гостях у ноу нейм студиос конечно же готовили сегодня саша и антон диченко и антон терентий помогал но там что-то кошеварю все пока пока